Режим ЧС ввели в Казачинско-Ленском районе. Уровень воды в Киринге составляет 274 сантиметра при критическом уровне 250. Подтопило 21 приусадебный участок и один жилой дом. В посёлке Улькан уровень реки составляет 419 сантиметров при критическом 430. В деревне Нижнемартынова подтопленными остаются шесть участков. В селе Кутима три жилых дома. Сейчас проводят оповещение населения о текущей гидрологической обстановке. В районе работает оперативная группа МЧС. Несут дежурство пожарно-спасательные подразделения с плавсредствами. Работают с помощью беспилотников для постоянного мониторинга ситуации. Пожарно-спасательный гарнизон и главное управление МЧС находятся в режиме повышенной готовности. На месте работает группировка МЧС России по Иркутской области, а также группировка дорожной службы. Продолжаем в постоянном штабном режиме мониторить ситуацию. Жители многоэтажных домов в Тулуне бьют тревогу, так как боятся за свою безопасность. Во дворе жилых домов отсутствует электроосвещение, есть провалы асфальта на автомобильной дороге, промоины и обвалы грунта на придомовой территории и во дворе. А также обеспокоенность вызывает протечка кровли во время дождя. Дом подмывают ливневые воды. Происходит деформация дверных проемов, после которых двери просто не закрыть. Провисают потолки, появляется грибок от сырости. Подана заявка, претензии написаны, составлены акты об отсутствии электроснабжения. Объясняют тем, что должны были нынче летом раскапывать, всё устранять, но все работы на данный момент не начинались. В Нижнеудинском районе состоялся традиционный туристический слёт пожилых спортсменов. Организатор – районный совет ветеранов. В лагере «Дружба» собралось 13 команд из Атагая, Шумского, Алзамая, Нижнеудинска и других населённых пунктов. Мероприятие состояло из семи этапов контрольно-комбинированного маршрута. Среди них – стрельба из пневматической винтовки, установка палатки, вязание узлов, оказание первой помощи. Вне конкурсных заданий спортсмены также смогли опробовать свои силы в городках, заброске лассо и игре боча. Патриотическая акция «Солдатский треугольник» состоялась в Ангарском музее Победы. Инициаторами мероприятия выступили Министерство обороны и Государственный фонд «Защитники Отечества». К детям, которые отдыхают на летних площадках при школах номер 30 и 40, пришли координаторы фонда. Они рассказали подросткам о тяготах и лишениях, которые претерпевают солдаты на передовой. В завершении разговора дети написали воинам письма, сложив их в форме солдатского треугольника. Всю корреспонденцию направят в Центральный дом Российской армии в Москве, а после доставят до бойцов, которые участвуют в спецоперации. Первые крупные соревнования прошли в новом скейтпарке «Братска». За награды боролись райдеры, скейтбордеры и самокатеры из «Братска» Иркутска. В состязаниях участвовали десятки спортсменов. Среди скейтбордистов фурор произвел брачанин Артем Коровин, один из самых опытных в своем деле. Сначала забрал золото в номинации профессионалов, а затем продемонстрировал лучший трюк. Откатать первым в категории BMX профессионалы удалось брачанину Артему Веселову, а среди самокатеров победил иркутянин Даниил Якимов. Мы с ребятами с Иркутска договорились съездить, выступить. Мы не рассчитывали на какие-то места, мы просто хотели приехать, получить эмоции. Несмотря на то, что я девочка, в этом спорте нет никакого притеснения. Мальчики меня наоборот поддерживают и где-то подсказывают, учат, помогают.